Здравствуйте, уважаемые садоводы! Приветствую вас на канале Процветок. Меня зовут Светлана Сотникова, я ландшафтный дизайнер и растений-вод. Сегодня хочу представить вам многолетнее растение лилейник. Одно из самых любимых и самых неприхотливых растений на нашем участке. Внимание начинающим садоводам. Лилейник это не массив, не клумба из лилий. Растение лилия луковичная, и оно выглядит немножечко иначе. Лилейник это отдельное название отдельного вида растений. Многолетний цветок, который имеет обычный корень, разветвенное корневище, и который можно размножать и делить, откапывая от него молодую поросль отростки. Обратите внимание, это растение называется лилия. У нее в земле луковица. Из луковицы торчит стебель, и на нем вот такие вот цветки. Лилейник же это кустик. Он даже выглядит иначе, и цветки его выглядят тоже несколько иначе. Лилейников бывает очень-очень много разных сортов. Мы постараемся вам показать сейчас все это на фотографиях. Обратите внимание, на примере вот этого куста буду показывать, как с ним обращаться и что это такое. Во-первых, обратите внимание на цветонос лилейника. Этот уже практически отцвел, здесь остался всего лишь навсего один бутон. Вот еще один цветонос, здесь один распущенный цветочек и два бутона. Они разные, у них разное количество бутончиков, но есть одна особенность. Каждый цветок живет всего лишь один день. Одни сутки, максимум полтора. И потом цветочек увядает. И увядший цветочек нужно просто отщипнуть. Все, этот цветоносик отцвел. И теперь его тоже следует вырезать до основания, для того, чтобы он не мешал развиваться самому растению, для того, чтобы он не вытягивал лишние соки из кустика. Соответственно, сколько бутонов сформировалось на цветоносе, столько дней ваш лилейник будет цвести. Если здесь, тут уже несколько бутончиков выполнили свою функцию, несколько цветков уже отцвели, здесь было пять бутонов, значит пять. Если на других растениях, на других цветоносах по 13-15 бутонов, значит он будет цвести 13-15 дней. Если цветоносов много, как вот в этой группе, значит куст будет цвести достаточно пышно. Вот, например, эти цветоносы. Обратите внимание, сколько на них бутонов разновозрастных. Мы можем даже посчитать. Цветет цветочек уже, и развиваются бутончики большие, и формируются бутончики маленькие. То есть вот этот лилейник будет цвести достаточно долго. Есть разные сорта лилейников, и некоторые из них формируют много цветоносов. Вот каждый отдельно взятый кустик. Некоторые формируют только один цветонос. Вот это как раз такой сорт. И для того, чтобы группа лилейников смотрелась хорошей и пышной, для того, чтобы куст красиво цвел, обратите внимание, сколько единиц растений у меня здесь сидит. Вот один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восемь-девять штук. У меня здесь высажено в одну группу девять росточков лилейника. И за счет этого кустик цветет долго и обильно. Как правило, большинство сортов лилейника выбрасывают цветоносы одновременно, единовременно. То есть сформировал кустик один или два или пять цветоносов. И все. Потом, позже, новые цветоносы не нарастают. То есть, сколько сформировал, сколько заложено оказалось, столько их и будет. Но есть некоторые сорта, у которых срок цветения растянутый. Они цветут продолжительное время. Не 15 дней, как в данном случае, а месяц или два. Потому что у этих сортов цветоносы формируются постепенно. Сформировался один, начинает расти второй, начинает расти третий, начинает расти четвертый. По очереди формируется цветонос, на нем образуются бутоны и так далее, один за одним. Таких сортов, на самом деле, немного. Поэтому, если вам повезло, мы за вас очень рады. Но, как правило, они формируют цветоносы единовременно и цветут относительно небольшой промежуток времени, но пышно и обильно. Кустики разрастаются со временем. Обратите внимание, что один отдельно посаженный кустик, он сформировал уже несколько ростовых почек. Каждая из этих ростовых почек способна на следующий год выбросить свой цветонос. Поэтому можно такой большой кустик оставить одним, он будет уже пышно цвести. Можно его при необходимости разделить, рассадить, если вам хочется сделать красивую группу или поделиться с кем-то таким замечательным растением. В августе, как все многолетние цветы, либо в апреле, либо в августе. Апрель прошел, соцветие вырос, растение выросло и в августе можно его выкопать будет и обычным способом деления разделить, чтобы у каждого ростка был, собственно, корешок и рассадить их на постоянное место. В принципе, лилейник очень неприхотлив в плане агротехники, в плане выращивания. Светлое место, вкусная еда. Вкусная – это значит сбалансированная почва, у него нет особых предпочтений. Ему не нужна ни слишком кислая, ни слишком щелочная. Какая есть почва, такая есть. На нейтральных почвах, на слабокислых почвах он растет хорошо. На подкормки лилейник отзывается очень даже замечательно. Подкармливаем точно так же, как все любые другие садовые растения. В начале вегетации весной подкармливаем азотным удобрением, летом – комплексным, осенью – осенним безазотным фосфорно-калийным удобрением. Вносим точно так же, как и другим органику, подкармливаем минеральными удобрениями или золой. Это ни одному растению еще не повредило, в том числе это не повредит и лилейнику. Будет ему очень даже на пользу. При достаточном количестве азотных удобрений листья будут более яркие, более выраженно зеленые. У меня песчаная почва, поэтому удобрение вносишь – оно уходит. Если у вас почва глинистая, вы можете вносить удобрение немножечко реже или немножечко меньше. Мне приходится постоянно подсыпать для того, чтобы листья имели приличную окраску. Особых вредителей и болезней я, честно говоря, не замечала на нем. Могут повреждать слизни, если у вас слишком влажная земля. Точно так же, как хвост и точно так же, как капусту, они могут просто-напросто перегрызать ему цветы. Но у меня песок и обилия слизней нет. Поэтому, если у вас есть слизни на участке, с ними просто следует бороться, чтобы они не вредили всем вашим растениям, в том числе и лилейникам. Если какой-то из листочков вдруг получил повреждение механического характера, у меня ходят животные, они трутся об этот листочек, он повреждается. Его можно просто аккуратненько срезать секатором, просто укоротить, оставив зеленую часть. Лилейник находка для дизайнеров. Лилейник находка для тех, кто хочет оформить край какой-то приподнятой клумбы или подпорную стеночку, или край альпийской горки. Потому что у лилейника очень своеобразная форма. У него раскидистый кустик и листочки немного свешиваются. Это очень эффектно выглядит именно на каких-то приподнятых группах и композициях. На склонах, в том числе. Зелень у лилейника пышная и хорошая. Даже когда это растение отцветает, его зелень сохраняется и достаточно долго радует вас своим внешним видом. Благодарю за внимание. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова